Настраивались так же, как и на всех, но все равно верность была в том, что игровой динамит, как Киров, все равно не такая команда, как все в чемпионате. Не могут они еще бороться в этом чемпионате и так-то знали, что мы выиграли. И действительно, Кировская Родина в нынешнем чемпионате команда уникальная. 25 матчей сыграно, ни одного очка не заработано. Удивительная стабильность. Чудо для команды из Кирова не произошло и в этот раз. Волга начала разгром Родины на 17-й минуте встречи. Счет был открыт после розыгрыша углового. Прошла всего пара минут, а счет уже изменился на 2-0. В итоге на перерыв команды разошлись со счетом 3-0 в пользу дружины Вячеслава Манкоса. Негатива у нашей команды, в адрес нашей команды, по игре нашей команды всегда очень много. Я хочу хотя бы немножко сказать о каком-то позитиве. Я думаю, что в организации атаки сегодня было довольно-таки много моментов, много хороших ситуаций, когда мы обязаны были их доиграть. Да, не по-то мастерства, но по крайней мере что-то было впереди. Хоккей с мячом без организации атаки невозможно. Поэтому я думаю, что вот это, наверное, позитивный момент, который хотелось бы отметить сегодня. Да, мы не доиграли много моментов. И трое против одного и один на один несколько эпизодов не доиграли вратарь. Отдай должное мастерству вратаря. Мастерство вратаря подвело только раз, когда на 50-й минуте капитан Кировчан после розыгрыша углового один мяч отквитал. Правда, серьезного значения этому голу можно было не придавать, ведь в воротах соперника к той минуте мяч побывал уже пять раз. Не успели хоккеисты Родины отпраздновать. А забитый гол, как лучший бомбардир нашей команды Игорь Ларионов с дальней дистанции, точно пробил по воротам Родины и восстановил разрыв в пять мячей. А на 66-й минуте нападающий уже отмечал хит-трик. Точка в матче была поставлена за несколько минут до свистка. 9-1. У нас нет возможности отдыхать, понимаете. Если не выйти на своей домашней арене, при своих болельщиках, не выйти в полном составе, не показать добротный хоккей. Ну, я думаю, что это как-то, ну, во-первых, это неправильно, несправедливо к своим болельщикам. Во-вторых, ну, не знаю, у нас не такой большой состав, чтобы можно было и барьеров, да, и на Ларионову дать отдохнуть. Во-вторых, сегодня не скажу, чтобы был огромный объем у Игоря. То есть, я думаю, что мы восстановимся и едем, завтра уезжаем в Нижний Новгород. Там очень сложный матч. Заключительный матч регулярного чемпионата пройдет 2 марта в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что «Волга» уже обеспечила себе место в плей-офф, именно от последней игры зависит, с какой строчки турнирной таблицы волжане продолжат ледовые баталии в финальной стадии.